Дорогу, по которой еще вчера жители речного переулка спокойно ходили и ездили, сегодня перекрыли. Участок готовят к стройке. Как выяснилось, с 2001 года он находится в частной собственности и официально стоит на регистрационном учете. Люди переживают, что теперь не смогут попасть к своим домам, поскольку это единственный въезд в жилой массив. Мы в чрезвычайной ситуации окажемся в замкнутом пространстве. Мы не сможем выехать и спасти свою жизнь. Человек заболеет, скорая помощь не проедет, появится какой-то пожар на территории, пожарные не проедут. У нас альтернативной дороги нет. В итоге жители частного сектора встретились с собственником участка. Договориться самостоятельно не получилось. В ситуацию вмешались городские власти. Глава железнодорожного района Вадим Тюнин осмотрел территорию и заверил население, что они не останутся без дороги. Ее можно будет проложить параллельно существующей. Она будет принадлежать городу. Там стоят фонари освещения, там стоят мачты. Делается вот эта дорога, и она становится альтернативной этому проезду. До появления новой дороги собственник пообещал не перекрывать существующий проезд. Сейчас приедет установка, которая буровая, бурит колышки, она забурит эти колышки, и вот здесь начнут люди работу. То есть, нет, это будет забор, да. Проезжие полотно, то есть трогаться, как мы с вами проговорили, да, то есть нет, не будет. Вопрос должны уладить в ближайшее время, поскольку не за горами школа и осенние дожди. По срокам, я думаю, что мы определимся в начале следующей недели. Но в любом случае эти сроки, конечно, будут очень ограничены во времени, потому что ситуация наколена, ее нужно разрешить самым благоприятным образом, чтобы ни жители не пострадали, ни, соответственно, вопрос собственности тоже. Самих жителей частного сектора такой вариант развития событий устроил. Единственное, о чем просят, сохранить детскую площадку, рядом с которой и пройдет новая дорога. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, События.